Июль 2019-го. Деревянное здание музыкальной школы по Калинина 5А, знакомое многим поколениям барнаульцев, сгорело почти полностью. Для большинства горожан это означало одно – его не вернуть. Опыт последних лет показывает, что деньги и немалое на восстановление памятников архитектуры в Барнауле находят с трудом. Но вот свершилось. В Алтае-Хронкультуре нам сообщили, что дело сдвинулось с мертвой точки. Музыкальный колледж обратился к нам как к органу исполнительной власти, который ответственен за сохранение. И ответственен за контроль по сохранению объектов культурного наследия, за получением задания на проведение работ по его сохранению. Это значит, что надежда уже есть. И это значит, что будет выполнен проект, и проектировщик оценит возможность использования того материала. Объект находится в краевой собственности, так что средства также будут выделены из краевого бюджета. Правда, когда и в каком размере, пока сказать сложно. Сначала нужно разработать проект. А вот другому знаменитому памятнику Погорельцу, конторе купца Морозова на площади Свободы, везет меньше. Порадовать пока нечем, сообщили в Алтае-Хронкультуре. Конторы купца Морозова должны были восстановить еще в прошлом году. Но собственники здания вместо работ предпочли судиться с Алтае-Хронкультурой, доказывая, что делать этого не должны. Последнее заседание в краевом суде прошло буквально на прошлой неделе. Суд подтвердил, что собственник обязан провести данные работы. Максимум, в чем судья пошел навстречу собственникам, это перенес срок сдачи работ еще на полтора года. Правда, в отличие от музыкальной школы, контора находится в частной собственности, поэтому рассчитывать на бюджетное финансирование не приходится. Собственники заявляют, что на проект и реставрацию необходимо примерно 30 миллионов рублей. Таких средств у них нет и вряд ли появится. Так что надежды, что и через полтора года этот памятник архитектуре вернется к жизни, немного. Илья Кочетков, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком.